Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 14 апреля, среда. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о делах сердечных. Тут речь идет, конечно, о заболеваниях сердца. Общаться будем с врачом-кардиологом. А после мы поговорим о реабилитации после коронавирусной инфекции. На все ваши вопросы ответит врач-пульмонолог и специалист лечебной физкультуры и спортивной медицины. Не забывайте, мы работаем всегда для вас только в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы нашим гостям. Телефон в студии прежний 3200-66-3211-66. Ну и, конечно же, наш WhatsApp по-прежнему для вас работает. 8-964-428-8818. А между тем весна в Якутии вступила уже в свои права, пусть и неохотно, но все же вступила. А это время года у многих наших телезрителей и радиослушателей без сомнения ассоциируется с любовью. Но сегодня мы поговорим не совсем об этом, хоть и тема нашего разговора звучит «Дела сердечные». Я рада представить вам врача-кардиолога Якутской республиканской клинической больницы Амгалену Кузнецову. Доброе утро, Амгалена Михайловна. Доброе утро. Есть ли у заболеваний сердца некая цикличность? Например, чаще всего заболевания сердца приходятся именно весной. Есть такое? Нет, в кардиологии такого понятия цикличность нет. Есть, потому что заболевания бывают острые и хронические. А хронические, в свою очередь, наверное, имеют стадию компенсации и декомпенсации. То есть обострение, можно сказать, в любой момент, в любое время года. Мы регулярно слышим ужасающую статистику смертности от болезней, связанных с сердцем. Как понять, что я в группе риска? По статистике в России каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает миллион человек. И практически каждый находится в группе риска, получается. Тем более, если имеются факторы риска. Это наследственность отягощенная, это гиперхолестеринемия, гипертония, курение, несбалансированное питание и физическая инертность. А какая самая распространенная болезнь сердца в нашей стране и в республике? Самая распространенная, это всё-таки гипертоническая болезнь. Потому что она в основном протекает бессимптомно. И если у человека нет привычки периодически контролировать артериальное давление, то он может и не знать, что у него уже имеется артериальная гипертензия, повышенное давление. Что рано или поздно приведёт к таким осложнениям, как инфармия карта или инсульт. Ну вот вы сказали, что если нет у человека привычки проверять своё артериальное давление, то получается нужно будет хотя бы самому приобрести вот этот аппарат-тонометр? Тонометр, который для удобства электронный, который сами измеряют и уже показывают, если ты не умеешь пользоваться механическим тонометром. И обязательно контролировать периодически давление имеет смысл. А в норме вот какое давление должно быть у взрослого мужчины и женщины? Нормой считается систолическое артериальное давление 120-140, ну ниже 140, и диастолическое, то есть нижняя цифра 80, ну ниже 90. А вообще как нужно часто проверять сердце? Если один раз вы проверили сердце, то от этого, наверное, надо исходить. Если вам выявили какое-то заболевание, какой-то диагноз поставили, и в зависимости какой это диагноз будет определяться дальнейшая тактика, да, ну частота обследований, приёмов. Если у вас такого ещё нету, ну ничего не нашли, то хотя бы раз в год обязательно надо ходить. А вот о чём вы сейчас говорите? Это УЗИ сердца? Это что? Это кардиограмму проходить надо, это надо сдавать анализы биохимию, то есть на тот же холестерин, сахар крови и УЗИ сердца. То есть для врача, для полной картины обязательно нужен комплекс результатов исследований. УЗИ сосудов шеи, если есть такая возможность, да, на определение атеросклеротической пляшки, ну наличие, скажем так. А вот когда приходишь в поликлинику, врач-терапевт обязательно назначает сделать ЭКГ. Вот её как часто нужно делать? Электрокардиограмму, ну она показывает уже имеющуюся патологию или наличие на данный момент изменения, да. То есть если даже по кардиограмме всё хорошо, это не значит, что у вас с сердцем всё в порядке. То есть, как уже сказала, надо полные, другие исследования ещё пройти, УЗИ сердца, допустим, ещё, да, анализы. А частота кардиограммы, она часто их делать имеет смысл, если у вас уже имеется заболевание сердца. И от этого, от каждого, при каждом диагнозе частота, ну делайте ЭКГ, уже определяется с врачом. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, если у вас возникли вопросы нашему гостю, врачу-кардиологу. Сегодня мы говорим о заболеваниях сердца. Амгалина Михайловна, скажите, вот, а холестерин – это действительно ли угроза человечеству? Или такой вот маркетинговый ход фарфармкомпаний? Гиперхолестеринемия – это повышенный уровень холестерина в крови. Он является фактором развития атеросклероза. То есть, если у человека уже имеется повышенный уровень холестерина в крови, то врачи назначают статины. Ну, препараты, которые снижают, не только снижают уровень холестерина, но и имеют противовоспалительный эффект и продлевают жизнь, снижают риск развития инфарктов и инсультов, скажем. Поэтому, если назначили статины пациенту, то он обязан их принимать. И в той громовке, которую он назначил врач, да? А если их не принимать, то что будет? Ну, атеросклероз и, как уже сказала, осложнения, последствия от этого, инфаркты, инсульты. Рано или поздно. А норма холестерина вот этого какова? 5, 5, 6. И холестерин делится на либо протеиды низкой плотности, высокой плотности. Это тоже всем надо знать. То есть отличаются хорошие и плохие, проще говоря. Это тоже каждый должен знать. А я вот ещё читала такое, что вот если у человека холестерин выше вот 5 до, скажем, 7, да, то в этом случае статины принимать пока ещё не надо. Это так или нет? Если, ну, в первую очередь надо назначать диету, если имеется некоторое повышение холестерина. А если постоянное повышение уже стабильное имеется, то статины уже... Уже необходимо принимать, да? Да, назначать. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Конечно. Я лежала в стационаре, у меня стенокардия напряжения, месяц пролежала. Теперь выписалась из больницы, сделала одну прививку от ковида. Вторую когда могу я сделать? Если первую уже сделали, то вторую они назначают через 3 месяца. Через 21 день? Да, 3 недели. Через 3 недели. Это за этот период, если у вас не случилось никаких осложнений со стороны сердечной системы, то уже надо поставить. То есть уже можно поставить вторую прививку. Амгалена Михайловна, скажите, а стресс как сильно влияет на здоровье сердца? Вообще стресс — это неблагоприятное воздействие на организм, да, внешних факторов. И он в любом случае стрессовые ситуации, они могут вызвать, ну, патологически влиять на все органы и системы, в том числе и на сердечно-сосудистую. Конечно, можно сказать, что это зависит от адаптационных механизмов организма, но постоянные хронические стрессы или острые, они влияют, ну, могут вызвать и отредительную катастрофу. А вот алкоголь, он как влияет на здоровье сердца? Есть ли какая-нибудь безопасная доза? Нет, по последним исследованиям никакой безопасной дозы алкоголя не существует, потому что это всё равно имеет тактическое влияние и прямо пропорционально, скажем так, с употребляемой дозой вред. А вот говорят же, красное вино благотворно влияет на сосуды. Да, раньше такое исследование было, что ежедневное употребление по чуть-чуть, которые везде рассказывают, пациенты часто спрашивают, а можно, а можно, потому что мы слышали, мы видели, мы читали. Но по последним исследованиям, таким крупным по всем странам, что всё-таки никакой безопасной дозы не существует. Пользы нет. Пользы нет. А вообще, каким образом можно помочь своему сердцу? Может быть, следует принимать какие-то добавки, витамины? Нет, витаминов для сердца нет. Добавок тоже. Надо вести здоровый образ жизни, картионагрузки умеренные, грамотные, отказ от курения, от алкоголя. Если вам выставили диагноз, то по рекомендациям врача принимать препараты. А вот насчёт картионагрузки, как часто и как много можно бегать, чтобы укрепить своё сердце? Оптимальным считается бег 2-3 раза в неделю. А физическая активность, не обязательно бег, ежедневно 10 тысяч шагов, это как... В норме, да? В норме, ага. То есть, если придерживаться этого правила, поставить на телефон в приложении 10 тысяч шагов и вышагивать каждый день, это уже будет польза для сердца нашего. Но говорят же, что спортсмены, тем не менее, дольше живут, а они занимаются каждый день. Спортсменом... Быть спортсменом скорее бонус, чем гарантия. То есть, можно заниматься спортом, но не соблюдать... Нездоровый... Ну, вести нездоровый образ жизни, допустим, да? То это... Зря получается. Заниматься спортом, при этом соблюдать все рекомендации своих тренеров, врачей, то, конечно, это... Ну, приведет к долгой жизни. После каких тревожных звоночков следует идти к кардиологу? Тревожные звоночки — это первые симптомы, да, первые признаки каких-то заболеваний. К сожалению, на них большинство не обращает внимания. И... Вот именно проблема со стороны сердечно-существовой системы, то, что они могут быть и не... Ну, заметны. То есть, тот же повышенный холестерин, то же давление, если не мерить, то... То, получается, нужно просто проходить обследование ежегодное, да, и таким образом узнать, есть ли у вас проблемы сердца. Огромное спасибо за интересную болезнью беседу. Друзья, сейчас уходим на рекламу. Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. От день ото дня число заболевших коронавирусом снижается. К счастью, пандемия идет на спад, но ее отголоски остаются. Даже у тех, кто переболел коронавирусом, могут наблюдаться последствия перенесенного ковида. Поговорим сегодня о реабилитации после этой болезни. Озвучим самые популярные вопросы, которые пациенты задают медикам о течении коронавируса, о возможных осложнениях и о восстановлении после ковида. На эти вопросы ответят специалисты Якутской городской клинической больницы, Якутской республиканской клинической больницы и детской городской больницы. Это врач-терапевт, пульмонолог Мария Савина и врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Евдокия Васильева. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии 320-066-32-1166. И также у нас работает WhatsApp номер 8-964-428-888-18. Доброе утро, девушки! Здравствуйте! Самый частый вопрос, к которым обращаются пациенты, это где можно пройти реабилитацию, как туда попасть. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, у нас с прошлого года, вот как только возникло вот это серьезное заболевание, Минздрав Республики нашей издал приказ и на базе Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины открыли круглосуточные стационары в количестве 80 коек, на 50 коек открыли в нижнем местяхе и на 30 коек открыли здесь, в городе Якутске, по адресу Чайковского, 117, дробь 2. Туда можно попасть по направлению от терапевта по месту жительства. Какие бывают постковидные осложнения и как скоро они проходят? Какие хронические заболевания повышают риск осложнений после перенесенного заболевания? Ну, сейчас уже известно, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 является системным заболеванием, тяжело поражающим не только респираторный тракт, верхние дыхательные пути и легкие, но и преимущественно все сосуды организма повреждают стенку сосудов, так называемый эндотелиид, и повреждаются все внутренние органы в разной степени, сердце, кишечник, соединительная ткань, головной мозг. Поэтому для реабилитации после перенесенной вот этой инфекции такой тяжелой требуется именно такой комплексный подход. У нас в студии телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня, например, давление с 15 лет. Мне сейчас 56 лет, да? И вот у меня такой... Не ваш вопрос. Алло. И сейчас у меня вот шум, да, в сердце, да, и сердцебеение, ну как, учащенное, как говорят. И вот ни один кардиолог никогда не говорил, что мне надо какие-то лекарства лечить, надо, да. Вот вроде они вот все, когда вот это, как сказать, тогда говорят по телевизору, по радио, вот они все вот прям вот. А так вот в самом деле лечить они как-то не очень-то спешат. А чем лечить вот это вот? Спасибо за ваш звонок. Что вы можете посоветовать? Ну, я не кардиолог, конечно, но как терапевт я могу посоветовать вам вызвать участкового врача на дом или обратиться в поликлинику, чтобы вас обследовали и, соответственно, по данным обследований, да, назначили лечение. Конечно, вот сердечно-сосудистая система, она наиболее часто поражается при любой вирусной инфекции. Поэтому обязательно необходимо принимать препараты. Это все грозит очень тяжелыми осложнениями, такими как инфаркт, инсульт и так далее. Как вообще часто следует посещать врача после выписки стационара и вообще после перенесенной болезни? Ну, мы рекомендуем после выписки стационара сразу вызывать участкового терапевта на дом, чтобы мы как передаем пациента уже на амбулаторное наблюдение, да, это уже исходя из собственного самочувствия, получается. Если есть какие-то жалобы, если что-то беспокоит, то самолечением заниматься не нужно. Обязательно надо быть под наблюдением своих участковых терапевтов. Через какое время после болезни можно пройти вакцинацию от коронавируса? У нас вакцинацию начинают после 6 месяцев от заболевания, от начала болезни. Так, еще в интернете пишут, что после перенесенного коронавируса не можешь задержать дыхание на 30 секунд. То, значит, пора на реабилитацию. Это так или нет? Как самому определить, нужна ли реабилитация или нет? Ну, да, в интернете пишут правдивую, да, это я подтверждаю. Значит, в прошлом году был издан методические рекомендации по медицинской реабилитации после ковид, да, и там, значит, прописано, что есть определенные пробы, и среди этих проб есть вот этот тест, но он немножко другой, значит, тест звуковой. Значит, человек делает вдох, и на выдохе, медленном, плавном, спокойном выдохе, он считает цифры, цифры, нет, слух, слух считает, и если он дойдет до 30, да, то это замечательно, это норма, а если он не доходит до 30, допустим, я вот сделала вдох, и на выдохе я считаю раз, два, три, четыре, пять, надо выдыхать, на выдохе считаем, да, и если выдох, он будет достаточный, если я сумею, успею, сосчитать до 30, то, скажем так, у меня с легкими, все в порядке, да, замечательно, упражнение нужно обязательно попробовать, у нас в студии снова телефонный звонок, доброе утро, мы вас слушаем, после принесенного полутора месяца тому назад 50% поражений легких, мы не можем попасть в реабилитацию, состоим на учете вроде бы Рихарда Зорги, он сейчас работает или не работает, и как попасть, скажите, пожалуйста. Спасибо за звонок. Ой, насчет Рихарда Зорги я ничего не могу сказать, я точно знаю, что центр, Республиканский центр спортивной медицины и леченой скульптуры принимает у себя по направлению от терапевтов, именно по реабилитации после перенесенной острой коронавирусной инфекции. И вот такие вот, я слышала, что после перенесенной инфекции, да, обязательно нужно делать дыхательную гимнастику, вот помимо того, что вы сейчас нам рассказали, вот как правильно ее следует делать? Да, значит, вообще реабилитационные мероприятия начинаются с первого этапа, то есть это уже в палате интенсивной терапии, да, конечно, там пациенты очень тяжелые, есть определенные стоп-сигналы, которые врач постоянно контролирует, следит за пациентом, чтобы не было вот этих стоп-сигналов, значит, реабилитационные мероприятия включают даже нутритивную поддержку, то есть это питательную, да, положение, дренажное положение, вот все это возможно на уровне палаты интенсивной терапии и реанимации. а потом уже, когда пациент более-менее начинает приходить в себя, улучшается его самочувствие, когда снижается температура, когда нету вот каких-то вот резких перепадов давления, температуры, нету, более-менее нету одышки, то уже потихонечку, лежа, в исходном положении, лежа в постели, надо начинать гимнастику, суставную гимнастику для профилактики пролежней и для улучшения вот толерантности к физической нагрузке. Вы обязательно такие нам покажете, для отдыхательной гимнастикой, но прежде давайте ответим на вопрос нашего радиослушателя. Слушаем мы вас, доброе утро. Здравствуйте. Да, говорите. У меня врожденный порог сердца оперированная, и я хочу спросить насчет кардиосентера, мне прописали лекарство сел-денофил. И вот я читаю аннотасию, там вообще другое написано. Вы хотите уточнить, да? Ну, это снова вопрос с кардиологом больше, конечно, но... Я сейчас хочу напомнить, что мы сейчас говорим о реабилитации после коронавирусной инфекции. Беседа с кардиологом у нас была несколько минут назад. Я думаю, что в этом случае нужно будет обратиться к участковому... Да, повторно обратиться либо к участковому кардиологу, либо в кардиоцентр, чтобы уточнить, правильный ли препарат вам подобрали. Ну, спросить вопросы. У нас в студии есть звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Алло. Да, говорите. После перенесенного ковида мало шансов и вероятности попасть на реабилитацию. Это 50 на 50, кажется. И если не пройти реабилитацию, какие последствия ждут больного, который перенес ковид? И как самостоятельно реабилитируется? Какие лекарства, какие витамины принимать хотя бы? Ну, это очень сложно попасть на реабилитацию. Спасибо за звонок. Очень хороший, интересный вопрос. Оно по препаратам и витаминам, наверное, Мария Борисовна расскажет. А я могу посоветовать по лечебной физкультуре, по гимнастике. Значит, если нету температуры, если самочувствие удовлетворительное, то можно начинать дыхательную гимнастику уже в положении сидя и стоя. Сейчас я могу продемонстрировать несколько упражнений. Так, значит, исходное положение стоя. Первое упражнение называется диафрагмальное дыхание. У нас самая мощная мышца дыхательная это диафрагма. Значит, ее надо активизировать, укрепить и сделать для этой мышцы упражнение. Значит, одну руку кладем на грудь, вторую руку на живот. Это очень простое упражнение. Это можно сделать и сидя, и лежа. А я покажу стоя. Значит, вдох делаем животом. Надуваем живот. У меня, ну, немножко. Вот для того, чтобы контролировать, надувается ли живот, поэтому и кладем руку. И выдох. На выдохе я прямо убираю живот, втягиваю живот. Вдох обязательно делаем через нос, а выдох через открытый рот. Вот это первое упражнение. Потом второе упражнение. Значит, для активации... У нас легкие имеют верхние доли, средние и нижние доли. И для активации верхней доли есть простое упражнение. Вдох, и поднимаем плечи, и выдох. Опускаю. Так, это я активировала, значит, верхние доли. Теперь нижние доли. Одну руку кладем на ребро, вторую руку поднимаем вверх, и, значит, сперва делаю вдох ртом, ой, носом, и... Как будто... Стараюсь этой рукой, которая у меня лежит на ребре, выжимаю воздух до последнего. Да? То же самое делаем и с другой стороны кладем руку на ребро, вторая рука наверху. Вот так, выдыхаем. И третье упражнение для активации вот средних отделов, средней доли, значит, исходное положение стоя, одна нога спереди, это как бы стойка лыжника. Такие мы покажем это упражнение после рекламной паузы. Друзья, не переключайтесь, мы обязательно вернемся в этой студии и поговорим о последствиях ковида, реабилитации после этой болезни. А мы продолжаем беседовать о реабилитации после коронавирусной инфекции с врачом-терапевтом, пульмонологом Якутской республиканской клинической больницы Марии Савиной и врачом лечебной физкультуры и спортивной медицины детской городской больницы Евдокии Васильевой. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студии, задавайте вопросы 32-0-0-0-6-6-3-2-1-1-6-6-6. И Евдокия, вы хотели показать, продолжить гимнастику, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. И последнее упражнение, которое тоже очень хорошее, я считаю, значит, исходно положение стоя. Одна нога спереди, это как стойка лыжника, да, вторая нога чуть сзади, и руки вытягиваем, ну, как, представляем, будто у нас в руках палки, лыжные палки, да, и вот такие простые движения, да. Здесь, в этом упражне, происходит ротация в грудном отделе, да, и тем самым активизируются даже все отделы легких, и тем самым улучшается и эластичность, повышается экскурсия в грудной клетке, и повышается резистентность к физическим нагрузкам. Ну, получается, что если человек уже себя более-менее хорошо чувствует, он может даже на лыжах пойти, да? Да, да, я бы порекомендовала скандинавскую ходьбу, да, тем более сейчас у нас уже погода такая уже теплая стоит. Может побольше бывать на свежем воздухе. На свежем воздухе, да. Мария, а что вы можете сказать вот по поводу вопросов от мужчины, который звонил нам до этого, да, вот как можно себе помочь, какие препараты принимать, какие витамины? Тяжелая коронавирусная инфекция, она повышает вязкость крови, то есть происходит микротрамбообразование во всех, во всем микроциркуляторном русле, да, и поэтому мы после выписки обязательно рекомендуем прием антикоагулянтов хотя бы минимум 14 дней. такие препараты, как сарелта в дозе 15-20 миллиграмм в зависимости от массы тела. Ну и насчет поливитаминов, ну, рекомендуется широкого спектра, потому что организм испытывает тяжелейший стресс, и надо восполнить все необходимые питательные микроэлементы. Помимо этого, рекомендуется в обязательном порядке пробиотики, то есть это средства, нормализующие микрофлору кишечника, потому что после лечения коронавирусной инфекции от антибактериальных препаратов и так далее происходит дисбактериоз, нарушается микрофлора, вплоть до это может привести к развитию тяжелого заболевания, как псевдомембраноз, николит, дивертикулит и так далее, чтобы этого не было. Ну, это рекомендуется именно пробиотики, бифифорум, линокс, хорошие препараты, курсами длительно надо принимать. А я еще слышала, что часто советуют принимать такие витамины, как витамин D, цинк, это прям так повально стало. Ну, конечно, эти препараты можно принимать, но вообще рекомендуется больше именно комплексный, комплекс витаминов, потому что все микроэлементы важны именно в период реабилитации, восстановления организма после инфекции. К вам приходят пациенты с нарушением эмоционального фона, у людей появляется раздражительность, как часто это встречается вообще после ковида? Ну, уже известно то, что вот коронавирусная инфекция очень часто поражает именно головной мозг, у пожилых людей, да, начинается вот явление часто энцефалопатии, вплоть до тяжелой деменции может это проявляться, поэтому, конечно, очень важно постковидный период, да, если есть какие-то проблемы с психоэмоциональным состоянием, с головной боли, головокружением, забывчивость, да, снижение такой памяти, изменение характера, поведения может быть, надо обязательно проконсультироваться со специалистами, иногда нужна бывает помощь психотерапевтов, неврологов, ну и рекомендуется принимать соответствующие препараты для улучшения циркуляции сосудов головного мозга, чтобы не прогрессировало данное состояние, да, чтобы вот это проявляется как последствия гипоксии, организм испытывает нехватку кислорода, и вот это проявляется в виде именно такой неврологической симптоматики. У нас в студии звонок, доброе утро, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я Макарова Татьяна Михайловна. Очень приятно. Я переболела ковидом в октябре месяце, да, и у меня вот такой вопрос. Я сдала анализ ИФА на антитела и выяснила, что у меня коллектив титр, титр антител очень высокий. И вот у меня вот такой вопрос. У меня такой вопрос. Имеет ли смысл вакцинироваться? Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. В общем, титр рекомендуется, если у вас вот эти антитела, да, если они ниже 10, то рекомендуют прививаться. Если они выше 10, и в принципе время прошло не так уж много, да, то, конечно, можно отсрочить прививку месяца на 2, на 3, вот так. То есть, в любом случае, наверное, имеет смысл перед вакцинацией проверить, да, количество антител. Ну, то есть, логично это было. Да, это, конечно. У нас в студии телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот в октябре переболел ковидом, и запахи изменились очень. Особенно лук, там, мясо. И вот уже 6 месяцев прошло, но вообще... Запахи не вернулись, да. Можно вот дополнить. Такое, к сожалению, очень часто бывает. Вирус через пластинку решетчатой кости проникает в обонятельный центр и поражает вот эти вот нервные окончания, которые ответственны именно за наше обоняние. Это... Иногда это может не восстановиться вообще пожизненно или восстановиться частично только. Это уже именно связано с гибелью нейрорецепторов на фоне вирусного повреждения. А с чем это связано? Каким образом можно помочь себе, чтобы вернулось обоняние хотя бы частично? Что можно сделать? Ну, вот общие такие рекомендации тоже сосудистые препараты вот именно для улучшения питания вот нейронов, да? Нейромультивит есть такой препарат. Витамины группы В очень хорошо помогают. То есть для нервной системы получается какие-то препараты? Но это все, опять же, через врача, конечно. Телефонный звонок, мы вас слушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня периодически спазмы сосудов головного мозга бывают. И завтра у меня вакцинация, я вот уже в течение недели беспокоят меня головные боли и сердце поболевает. Погнали вакцину получать или как? Если получить, то что, надо принимать или как? Если такие вот симптомы, да. Да. Если вас что-то беспокоит, да, вот именно головные боли, плохое самочувствие, недомогание и так далее, то вакцинацию особенно пожилым и ослабленным людям рекомендуется отсрочить. То есть это как метод отвод будет отсрочка до когда вы уже себя почувствуете лучше, вот тогда лучше идти на вакцинацию. Доброе утро, мы вас слушаем. У нас снова телефонный звонок. Алло. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я переболевшая, 69 лет. Угу. И ваш вопрос? Ага, и мне вот такой вопрос. И Фаня показывает отрицательное. То есть антитела не видны, да, но вы переболевшая? Антител нет. А когда переболели? А не видны. А мне объяснили в профилактике, что это из-за вируса. А вы в каком месяце переболели? Я в сентябре переболела. А, ну это иногда бывает так, что с течением времени уровень антител он значительно снижается или вообще сходит на нет. Такое часто бывает. Даже бывают случаи, когда антитела вообще не образуются. Поэтому вакцинация в этом случае рекомендуется. Когда человек болеет, он больше спит и как правило во сне восстанавливается. Но после ковида у людей многих наблюдается бессонница. Что с этим делать? Что вы можете сказать? Здесь уже надо конечно человеку обратиться к неврологу. Бессонница это нарушение сна. И конечно только невролог после как пройдет обследование, соберет жалобы, анамнез. Наверняка только в компетенции невролога назначить какие-то лекарственные препараты. А что насчет здорового образа жизни и в частности спорт? Какие виды спорта могут помочь быстрее восстановиться после коронавируса? После перенесения ковид конечно в первую очередь надо вести наиправильнейший образ жизни это и питание и сон и двигательный режим и конечно мысли должны быть позитивные настрой должен быть такой положительный и спорта я бы не рекомендовала какие-то силовые тренировки потому что организм еще слабый и для того чтобы набраться сил укрепиться надо начинать с малого обязательно придерживаться принципа постепенно регулярно плавно да порекомендовала бы вот скандинавскую ходьбу прогулки на свежем воздухе обязательно начинать с минут 15 довести до часу до полторы и потом уже как только как человек будет уже чувствовать себя намного лучше намного увереннее да тогда можно ходить в тренажерный зал но опять же лучше с тренером без фанатизма как говорится да какие есть противопоказания для физиолечения есть активные противопоказания это вот острые инфекционные болезни лихорадочное состояние новообразование опухоли какие-то гнойные процессы на коже и заболевания среднесущественной системы такие как гипертоническая болезнь стенокардия стадии декомпенсации то есть в данном случае такие мероприятия как физиолечение могут навредить или усугубить хронические заболевания а вообще как долго длится реабилитация после ковида когда могут наступить улучшения были такие случаи когда они наступали прям в первые дни это зависит от тяжести если заболевание протекло в легкой форме и зависит от возраста заболевшего молодой организм конечно восстанавливается быстрее при тяжелых формах восстановление иногда может затянуться даже до одного года что ж огромное спасибо за полезную информацию было очень интересно я думаю что многие наши телезрители и радиослушатели подчеркнули для себя кое-что полезно я с вами прощаюсь и в студии работала Арина Сукуева за режиссерским пультом Екатерина Голикова Николай Скипцов всего доброго до свидания арина Скипцов